Приветствую вас. То, что бросается в глаза сразу, это то, что вполне вероятно, что мужчину вы, несмотря на наличие у вас ужасных отношений, как вы говорите, вы все же принимаете как человека, который хочет вас уберечь, который хочет вам как-то по-своему помочь, который хочет что-то для вас сделать, и вы это понимаете. Но в результате привычных моделей поведения и в результате закрепленных форм взаимодействия между вами создался стереотип поведения, который приводит к тому, что вы постоянно выезжаете в родной шеймер. Но в глубине души вы чувствуете, что человек желает вам чего-то хорошего. Или вы очень хотите, чтобы он действительно желал вам чего-то хорошего. Иными словами, вы не желаете во втором случае принимать тот факт, что мужчина, например, просто относится к вам негативно. То есть вот вы с ним вроде бы в ужасных отношениях, вы с ним вроде бы постоянно на ножах, да, вроде бы постоянно конфликтуете, но при этом вам очень хочется, чтобы это означало не то, что означает в данный момент. В данный момент это означает только то, что человек вас не ценит, вами не дорожит. И соответственно, если он вас не ценит и вами не трогает, значит вы ему не особо нужны и вам очень сложно, тяжело вот этот вот факт принять. Все-таки факт того, что человек относится к вам не так, как вы бы того хотели бы. И в таком случае, главное не просто подобрить правду к правду в лицо и сказать себе, что нужно опираться на факты, да, а факты говорят о том, что молодой человек находится с вами в ужасных отношениях, ну или человек находится с вами в ужасных отношениях. И это значит, что вы от него зависимы, это значит, что вы по сути не знаете принять реальность, а это значит, что вы к человеку привязаны, а это в свою очередь означает, что вы связываете с ним определенные свои потребности. И из-за того, что только с этим человеком, по вашему мнению, вы сможете удовлетворить свои потребности, вот именно по этой причине вы, собственно говоря, и продолжаете в этого человека верить, продолжаете находиться с ним в ужасных отношениях, при этом не желая чего-либо менять, не желая приходить к какому-то компромиссу и, наверное, опасаясь этого спринта. То есть вы опасаетесь как-то выяснять отношения, потому что полагаетесь, что, возможно, мужчина не будет бороться за отношения с вами, не будет так же стараться их защищать и так далее. То есть по сути во сне вы либо видите то, чего не замечаете в реальной жизни, либо видите то, чего хорошо хотите видеть. И для того, чтобы понять, что же все-таки более реально, то есть либо реально то, что вы видите и не замечаете в реальной жизни, либо то, что вам кажется. И если кажется, то это продиктовано вашими желаниями. Вот об этом и нужно с вами разговаривать через, как и сказала моя коллега в психоанализе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!